Что вы со страной сделали? Ожерели у тебя мозги, Ник Маккен, американец. А страну мы вытянем, за уши, но вытянем, в всю бараний рог. Это я тебе обещаю. Фильм «Американ бой» входил в мой список перестроечных и постперестроечных фильмов, которые я решил пересмотреть, чтобы составить впечатление о том, во что превратился советский кинематограф конца 80-х, начала 90-х годов. Ранее я уже делал ролики про такие кинокартины, как «Фанат» по прозвищу «Зверь», «Ночной экипаж», «Маленькая Вера» и многие другие. И я хочу сказать, что в принципе это вполне достойные фильмы, в которых отражены не самые приятные изменения, что происходили в нашей стране в те непростые времена. Но то, что наснимали в киноленте «Американ бой», не вписывается ни в какие рамки. Что это было? Знаешь, почему я тебя не прикончу? А вот подумай. Единственная логичная версия, которая приходит на ум, попытка снять пародию на зарубежные боевики того времени. Что-то вроде «Красной жары», но только наоборот. Позже нечто подобное снимет Сергей Бодров в своей эпичной идеологии «Брат», но там совсем другой уровень, совсем другие актеры. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Пафосные диалоги, странные поступки персонажей, плакаты обнаженных барышень на каждом углу, ужасная постановка боевых сцен, слабая игра актеров, разве что Гостюхин на фоне своих коллег смотрелся более или менее вменяемо. Финальный бой на лопатах – все это вызывает разочарование и какое-то отторжение. Слушай, Контра, не доводи меня до греха. Порадовали разве что небольшие мелочи, которые характеризовали ту эпоху. Кроссовки с торчащими язычками, кассетные магнитофоны, надписи на стенах «Цой мы с тобой», рубашки в клеточку, развалины некогда процветающих объектов советской промышленности. Шейка у него была хлипкая, как у воробья. Впрочем, при всех своих минусах, фильм «Американ бой» не просто так приобрел статус культового кино, ведь его все видели и вспоминают с долей ностальгии по тем давно ушедшим временам, которые уже никогда не вернутся. Я наших не сдаю, Коль. Поэтому лейтенант до сих пор. На этом все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, ведь вас ждет еще много всего интересного. Ролик подготовил Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы.